Всем привет! Утро, воскресенье, и мы в районе Генардо. Нас тут попросили, как говорится, взять и передать ключи. Люди сейчас не в Барселоне. Вот мы здесь. Здесь местность, можно сказать, горная. Это Барселона. Это не пригород, не загород. Это именно Барселона. Район Генардо. Вот это гора Генардо, а вот туда гора Кармел. Мы там жили когда-то. Вот смотрите, Жасмин Самбак. Помните, а в августе зацвел Жасмин, а в сентябре шиповник. У Валерия Леонтьева была песня. Ну так вот, Жасмин Самбак. Вот он действительно цветет и в августе, и в сентябре. Сейчас я встану на дорогу, чтобы лучше было видно. Это национальный цветок Филиппин Сампагита. Кстати, в Эссенсе есть такой парфюм. Лимитированная коллекция. У меня есть такие. Вот у них тут свое драконовое дерево цветет, которое тоже цветет в августе, в сентябре. Ну тут оно у них уже отсвело почти. Вот тут мы видим с вами горы Калсерола. Сороку видим. Голубя тоже видим. Вот. У нас, когда мы жили на Кармели, вот так у нас была квартирка там маленькая, но зато балкон был шикарный. Выходишь и видишь вот горы. И запах леса чувствуешь. Вот еще тоже жасмин у них. Еще о жасмине. Он вообще-то разных видов бывает. И даже растения зачастую не относятся к одному виду. Их называют жасмин. Вот наш жасмин это чубушник. Я тоже про это не раз упоминала. С прекрасным запахом растения у нас называют его жасмин. А жасмин, который жасмин, средиземноморский жасмин, он цветет здесь весной. И у него такие бледно-сиреневые цветы. Но они по своей структуре похожи на вот эти. Которые жасмин самбак. А жасмин самбак, у него цветы больше, белые. Может другие. Вот видите автобус. Ладно, если не успели прочитать. Автобус тоже у него. Наверху название Генардо. И вот жасмин самбак, он вьющийся. У нас его тоже выращивает, ну как комнатное растение. О, смотрите, здесь на склоне горы тоже драконово дерево. Ну оно, конечно, там просто как семечко выпало и растет. Вот Генардо еще выше поднимается. А вот там, такой лесистый, как бы гребень-не гребень. Вот это часть этой горы. Там еще выше, там тоже сосновый лес есть. А вот здесь сосны и дальше там растут опунцы, кактусы. И там смотровая площадка, которую очень любят некоторые туристы. Вот. И говорят, там лучший вид на Барселону. Да, там открывается очень хороший вид на Барселону. И там растут опунцы, где особенно выходцы из Латинской Америки собирают плоды. Опунцы съедобные плоды. Вот. И очень колючие, правда, жестко колючие, просто нереально. Ну на вкус они, да, они что, вкусные, но не так, что прям обалдеть, какой вкус. Очень полезные, кстати. Вот. И вот там туристы некоторые специально туда приезжают, там сидят, видами любуются. Вот там тоже лес. Вообще вот эти места, вот эти горы, холмы вот эти, Генардо, и вот дальше Кармел, и тем более вот там Бай-де-Брон называют легкие Барселоны. Это Барселона-Альта, то есть уже на возвышенности. Еще Барселона-Альта называют, ну это как условное название, районы с богатыми кварталами, вот там дальше, это где я показывала, когда ходила возле парка Сервантеса. Если вы смотрели мои видео, то помните. Так, сейчас немножко вниз. Пройдемся, еще люди эти не пришли, которым мы должны ключи отдать. И как раз есть время. Жасмин Самбак. В случае не только Филиппин, если не ошибаюсь, во Франции тоже, в Испании точно не могу сказать, есть, ну, как можно сказать, условно, плантации для выращивания этого жасмина. у них вот так во двориках. Ну, я так вскользь снимаю окна, дворики. Вроде так особо, чтобы никто в кадр. Смотрите, какой у них тут переулок. помните, махнул правой рукой улица, махнул левый переулочек. В сказках. Сейчас еще с вами посмотрим на, так сказать, природу. Вот автобус местный поехал. Это, как они называются, Рута-де-Барио. Маршрут такой районный, местный. Вот. Вот еще домишки. Вот видите, тоже там дракончиковое дерево. Это, видите, дом закрытый. Никто не живет сейчас тут. Ипамея цветет. Вьюнок такой красивый. Синий. Синие цветы. Ну, вот это новый дом. Относительно. Ну, как относительно. Это новый дом по сравнению вот с этими домами. Это старые дома, конечно. Здесь некоторые дома есть, которые являются не частными, а как государственными домами и давали их как социальное жилье в свое время некоторым людям. И, естественно, что, если, допустим, этот человек умирал или куда-то переезжал, то, естественно, дом переходил или квартира в каком-то из этих домов переходила во владение государством, как она и была. Вот еще улица, посмотрите. цветочки и плющ. Это не плющ цветет, это цветочки отдельно от него. Вот еще тут улица. Пахнет лесом везде. Вот туда длится та улица, где мы стоим, ждем. Редактор субтитров О.Голубкаos Продолжение следует...